Город Город мой вечерний, город мой Москва, Весь ты как кочевье с Крымского моста, Убегает в водах тали твое лицо, Крутится без отдыха в парке колесо, Крутится полсвета по тебе толпой, Крутится планета прямо под тобой, И по грудь за брызгом звездным серебром, Мост летящий крымский, Мой ракетодром. Вот стою перила, грустно теребя, Я уже привыкла покидать тебя, Все ношусь по свету я и не устаю, Лишь порой посетую на судьбу свою. Уезжаю снова, снова у виска, Будет биться слово, странная Москва, Снова все к разлуке, снова неспроста, Цепленные руки Крымского моста. Город мой вечерний, город мой Москва. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас вы слышали песню Алексея Карелина на стихи Риммы Казаковой. Здравствуйте, дорогие телезрители! Да, это была песня на стихи Риммы Федоровны Казаковой. Вы с ней давно сотрудничаете. Очень такое плодотворное это сотрудничество. Расскажите об этом. Как вы с ней познакомитесь? Я не очень долго сотрудничаю с Риммой Федоровной, потому что я до этого работал с бардами, Работал с исполнителями. И однажды меня пригласили на премию «Венец», которую дает Римма Федоровна писателям, своим коллегам по цеху. Это очень хорошая премия, она многого стоит. Это заслуги. Они оценивают тех, которые действительно что-то заслужили внутри цеха. И я пришел на премию «Венец» со своими исполнителями и понравился. Вот песни понравились. И однажды Римма Федоровна позвонила и сказала, я хочу, чтобы вы ко мне приехали домой. Первое, что делала мне Римма Федоровна, дала такую пачку стихов и сказала, я кому-то это все писала. Тут я Филиппу Крукорову, тут Кобзону. Ну, поработайте, Алексей. Вы поработали. Да, я поработал. Вот одна из песенок у нас получилась. Мы когда ее написали, не знали, кому отдать. Ну, в общем-то, она такая в народном стиле. Давайте попробуем, ладно? Да, конечно. Так никому не отдали? Никому не отдали еще. Пока свободна песня. Покажите сами. День склонялся к закату, небо светом лучилось. Было нам непонятно, что же с нами случилось. Только я не сумела быть иной в этот вечер, Так упрямо и смело шла к тебе я навстречу. Мы были рядом и полыхали. Над нами очи сгорающего дня. Сначала взглядом, потом дыханием, Потом губами коснулся ты меня. Ни о чем не жалею, ни дороги обратно. Я не помню светлее и теплее заката. Мы стояли над бездной, в тишине бесконечной, Под хрусталиной небесной, высотой под венечной. Мы были рядом и полыхали, Над нами очи сгорающего дня. Сначала взглядом, потом дыханием, Потом губами коснулся ты меня. Мы были рядом и полыхали, Над нами очи сгорающего дня. Сначала взглядом, потом дыханием, Потом губами коснулся ты меня. Вот я слушаю вас и ловлю себя на том, что я все время улыбаюсь. У вас такие светлые песни. И мне кажется, если бы они звучали почаще, то их бы запели. И пели бы так же, как раньше, и в застолье, и везде, где душа когда пела. Так, вот эти слова мне очень понравились, потому что, что говорит сейчас Римма Федоровна? Когда мы выступаем вместе по библиотекам, по залам небольшим, она говорит, мы с Карелиным решили опять возродить традицию песен для людей. Непростое это дело. И чтобы она же писала песни с Пахматовой, когда они, вы помните, Я тобой переболею ненаглядный мой. Да, конечно. Потом у нее был период с Крутым, когда Мадонны пелись. Ну, а я пришел со своим видением песен. Вот однажды Римма Федоровна, это был CDL, вдруг она мне так, она как обычно, она так небрежно говорит, ну, Карелин, посмотри, пожалуйста, вот эту бумажку, тут я накрапал кое-что, может что-нибудь получится, скромно, говорила Римма Федоровна. Я посмотрел, говорю, ну, эта песня, наверное, к 8 марта. Ну, вот я вот сейчас ее спою. Твои я выброшу цветы, как будто это ты, как будто, как будто это ты, как будто это ты. Вся жизнь моя или минута, цветы завяли бы и так, весной, зимою или летом, а разве ты, чудак, а разве ты, чудак, уже давно не знал об этом. Твои я выброшу цветы, как будто это ты, как будто, как будто это ты. Вся жизнь моя или минута, слова случайные и пустые, так почему цветы простые? Прекрасные цветы я выбросить хочу, а не слова твои пустые. Твои я выброшу цветы, как будто это ты, как будто это ты. Вся жизнь моя или минута, но мне понять не суждено, зачем играть со мною смеют, увядшие давно неверные слова, зачем мою надежду греют. Твои я выброшу цветы, как будто это ты, как будто, как будто это ты. Как будто это ты Твои я выброшу цветы Как будто это ты Как будто это ты Вся жизнь моя или минута Слушайте, ну и песня-то по сути ведь грустная Вот ассоциации какие-нибудь у вас возникли Как бы вот вы женщина И вот как-то очень грустно Грустно, да? Конечно, несмотря на такую вроде бы Ну, мажорную мелодию Она как-то вот это Ну, в общем, настоящие поэтессы Они закладывают в свои слова Вот то, что они хотят донести до нас Вот в этом отличается настоящая поэзия От тех, кто пытается Ну, конечно, графоманством Графоманством заниматься И когда даже она строго разделяет Она говорит, вот эта песня у меня Это песенные тексты А это поэзия Там вот в ее душе это разделено Есть жанр Есть закон Песенный жанр И, в общем-то, я, конечно, соответственно По этому жанру иду Вот я хочу вам спеть песенку С которой я пришел Когда меня Римма Федоровна позвала в гости Я пошел Я подумал Неудобно без песни Я пришел и принес ей песню Именно на стихи Именно на ее давние стихи Когда-то Михаил Светлов Сказал ей Когда она показала эти стихи Она сказала Старуху Он всех называл старухами Старуха – это песня А ты вот переставь вот это И у тебя песня получится Я хочу напомнить нашим зрителям Что речь идет о поэте Риме Казаковой Да, и на которую я имею честь писать песни Ну, послушайте, пожалуйста Веселый флаг нам очки поднят Как огонек на маяке И по Рустоне, и по Рустоне За горизонтом вдалеке И по Рустоне, и по Рустоне За горизонтом вдалеке А по воде гуляют краски И по дельфине пляшет свет Он, как и сказки Он, как и сказки Таких на свете больше нет Он, как и сказки Он, как и сказки Таких на свете больше нет А море вдруг Приходит в ярость Такой характер у морей Куда ты, парус? Куда ты, парус? Вернись скорее Вернись скорее Куда ты, парус, куда ты, парус Вернись скорее, вернись скорее Но парус вспыхнул, ускользая И не ответил ничего И я не знаю, и я не знаю Он был или не было его И я не знаю, и я не знаю Он был или не было его Ну и как же она на эту песню прореагировала? Так вот понравилась. Вот это вот самая первая песня, написанная с Римой Федоровной. У нас эту песню поет замечательная певица Лена Решетняк, Она чужих песен не поет. Она поет только свое, что придумано. Но тут, конечно, мы сказали, ну, понимаешь, ты вот включи свою светлость. Они же светятся изнутри, когда им песня нравится. Она включила свет. Этот свет, вот как раз у нас выходит с Римой Федоровной пластиночка, Вот песня Алексея Карелина, стихи Римы Казаковой. И, в общем, мы собрали там все, что накопили. А много вы написали? 14 песен мы написали, на эту пластинку вошло. А так мы около 30 песен написали. 30 песен. А предисловие нам написал Александр Журбин. И, в общем, на пластинке Рима Федоровна будет молодая. Мы решили, молодая. Конечно. Потому что душа ее молодая. Да, да. Такое должно быть. Да. Чтобы все видели эту молодость души. Ну, вот, например, если я сейчас спою песенку, значит, там вот молодость ее есть. Ты говоришь, пройдет и это, На свете было так всегда. Пройдет пора, тепла и света, Опять настанут холода. Ты говоришь, пройдет и это, Но не могу поверить в ложь. Ты просто сам ушел от света, Туда, где ночь и серый дождь. Не ищу, не грущу, Над свечою оплывшей. Я тебя отпущу, Человека разлюбившей. Но судьбу не ропщу, Все забыла, простила. Я тебя отпущу, Я тебя отпустила. Ты говоришь, пройдет и это, В твоих словах металл и лед. Ты говоришь, что песня спета, Но ведь и жизнь, и жизнь пройдет. Не ищу, не грущу, Над свечою оплывшей. Я тебя отпущу, Человека разлюбившей. Но судьбу не ропщу, Все забыла, простила. Я тебя отпущу, Я тебя отпустила. Ты говоришь, а я не слышу, Еще любовь со мной в ладу. Я от нее еще завишу, Но только все равно уйду. Не ищу, не грущу, Над свечою оплывшей. Я тебя отпущу, Человека разлюбившей. Но судьбу не ропщу, Все забыла, простила. Я тебя отпущу, Я тебя отпустила. А вот чем вас привлекает Римма Казакова? Вот, вы знаете, я, конечно, не преследовал цели прилипиться к ее имени. Вот этого не было. Привлекает тем, что Вот она говорит То, что я Хочу слышать. Я вижу, Мы же, когда выступаем по библиотекам, И вот по зальчикам, Я смотрю обязательно реакцию Публики. Я вижу в глазах, То есть в глазах читаешь все. Если ты Отдаешь свою душу, То к тебе возвращаются Такие благодарные глаза Зрителей. Вы знаете, как встречают Римму Федоровну? Удивительно. У нас концерт строится так. Мы вдвоем сидим, И Римма Федоровна читает свои стихи Ну, о любви. Она также и актуальные стихи, Но у нее актуальность такая своя, Она всеобщая. Ведь актуальные стихи долго не живут. Так ведь? Да. А любовь вечна. А любовь вечна, да. И тут же я пою песенки. И, в общем-то, вот такой пинг-понг, Он заставляет, Как бы, я же все равно ее стихи пропеваю. Вы знаете, как интересно, Вот это настолько органично, То, что вы делаете, Я слушаю, фактически я... Вы первый раз это все делаете. Фактически первый раз. Да, я для вас такой концерт, получается, даю. Да, конечно. Очень здорово это. Вот я впервые слышала. И для телезрителей, да. Многие телезрители, конечно, Думают, что уже все потеряно. Дорогие друзья, еще не все потеряно. В песне пишутся, И будут они хорошими. Мы постараемся с Риммой Федоровной. Стихи тоже пишутся. Стихи пишутся. Сейчас очень много хорошей поэзии появилось. Вопреки всему. Вопреки всему. Вы знаете, настолько хороши сейчас Девчонки пишут такие стихи. И так это приятно. Вы знаете, заслуга еще Риммы Федоровны В том, что она это все курирует. То есть она так вот растит по-разному. Да, она же является первым секретарем Союза писателей Москвы. А там только самое-самое. Ну, конечно, только хорошие стихи. Только, да, да. И, в общем, есть поэты. Есть в России поэты. Россия и поэзия – это созвучные слова. Да, уж, пожалуй, это неотделимо совершенно. Неотделимо. Неотделимо. Вы знаете, наверное, так и есть. А что-нибудь еще покажите. Я покажу совершенно новую песню. Мы с тобою были, с правды заодно Нас за это били, то-то и оно Правду отстояли, и веря, и любя Но считать не стали главными себя То-то и оно, то-то и оно Если было что-то, было так давно Уплыла забота, день стучит в окно То-то и оно, то-то и оно Нас зовет бессонный ветер новизны Он конец веселый, правды и весны Будет все на свете, так как быть должно И на всей планете То-то и оно, то-то и оно, то-то и оно Если было что-то, было так давно Уплыла забота, день стучит в окно То-то и оно, то-то и оно И душа, и тело тянутся на свет Надо делать дело, не считать побед Ищут наши ноги, так уж суждено Новые дороги, то-то и оно Ну, такая гражданственность В такой, казалось бы, бесхитростной песен Я видел, как эти стихи, как писались Однажды Римма Федоровна сказала мне Вот смотри, я что-то написал То-то и оно, то-то и оно И вот прошло месяца два И вдруг, а есть лирика такая Конечно, вот это все-таки о нас Гражданственность, это не обязательно ура кричать Конечно, конечно, вот можно выразить вот так коротенько Казалось бы, простенько Кстати, это то, что может петься с удовольствием Ну, в общем-то, самое интересное Вот я сейчас перед вами пою А Римма Федоровна эту песню еще пока не слышала Ну, у нас можно сказать премьера Это премьера песни То есть я, это первое самоисполнение Потому что я немножко, поэтому я немножко и заикался Дорогие мои друзья Потому что я сам еще ее не успел выучить Вы знаете, это, наверное, справедливо Потому что все-таки для своих соседей Жители Южного округа, по-моему, они имеют право на то Чтобы первыми услышать Да, вот, дорогие друзья Вот если вы будете, хотите под нос себе петь То-то и оно, то-то и оно Значит, все пошло так, как надо И вот эти простенькие